Три космонавта вернулись на Землю с Международной космической станции. Спускаемый модуль с двумя россиянами и американцем на борту приземлился юго-восточнее города Жасказган в 17 часов 21 минуту по времени Астаны. Завершилась 50-я экспедиция. Командир корабля Сергей Рыжиков, бортинженер Андрей Борисенко и астронавт НАСА Роберт Шейн Кимбру пробыли на орбите почти полгода. Причем для одного из россиян это был первый полет в космос. Посадка произошла примерно в 150 километрах южнее города Жасказган. Ее обеспечивали почти 200 космических спасателей. В операции приняли участие порядка 14 вертолетов и 5 самолетов, а также поисково-эвакуационные амфибии. Все нюансы посадки были тщательно спланированы. По прибытию в аэропорту размещения в Жасказгане в аэропорту вылет по команде с вертолетом 16-15, вылет первого вертолета в район Касарский, в расчетную точку. Спасатели Роскосмоса заблаговременно распланировали четыре основных способа извлечения испускаемого аппарата космонавтов. Первый способ – это привлекаться вертолетом. К объекту высадывается труба КТО и КСК, который готовит аппарат, и позволяет привлекаться вертолетом. Второй способ – при помощи буксировки спускаемого аппарата вместе с экипажем, который находится в спускаемом аппарате, на сухое место. В программе 50-й экспедиции на МКС научно-прикладные исследования и эксперименты проведения регламентных работ, связанных с поддержанием работоспособности станции и до оснащения ее оборудованием. По сведениям Роскосмоса, программа выполнена успешно. Следующий экипаж отправится на космическую станцию 20 апреля. В его состав войдут россиянин Федор Юрчихин, для которого полет станет уже пятым, и американец Джек Фишер. Они будут работать на станции до сентября. А я мамрина Жакс Лакнуртай, Андрей Тимофеев, первый карагандинский.